Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено обзору, заодно и я познакомлюсь, что тут, посылке на день варенья от подписчицы Лёльки. Она мне уже как-то присылала в конце прошлого года посылку. И вот сегодня я её получила, она вообще-то написала мне сообщение, что посылка типа на месте, Лёлька, забираю её так на почте. А у нас уведомления как-то стали носить раньше до двух, уже конкретно строго приносили уведомления и письма и всё остальное. А теперь как-то, когда придётся, если вообще придётся. Ещё, кстати, меня и Фраше завалил уже открытками. Я, видать, по их меркам, по-моему, в прошлом году летом я была последний раз у Фраше в онлайновском магазине. По их меркам, видать, я давно у них не была. Уж мне третья пришла сначала на день рождения, потом какие-то любимому клиенту супер скидки. И теперь ещё одна бумажка, типа вы давно у нас не были, вот вам скидки, вот вам подарок, типа приползайте. Я ещё так достаюсь почтового ящика, и вслух тихо сказано, вот откройте, фух, ещё магазин, тогда чё б не приползти. Я тут пока куда-то там ехать на... В общем, я поставила коробочку вот так, потому что с другой стороны там адрес человека и мой адрес. Следить как-то чужой адрес неохота свой, тем более. В общем, чё у нас в посылке? Я её зафоткала, она уже в этом в ВКонтакте лежит. Я открыла. Вообще, слушайте, она такая тяжеленная, сейчас я гляну, сколько тут. Ну, вместе с этой коробочкой она на 4,5 с хвостиком килограмма. Я чё-то, бывает, из магазина прую тяжелее, а тут так пёрла-пёрла, пёрла-пёрла, пёрла-пёрла. Я думала, как хоть я её до дома доползу. В общем, вместе с ней я как-то еле-еле до дома доползла. У нас ещё солнышко, я второй день, как у нас это солнышко, вроде как самая погода, идти на улицу, чё-то делать, да? Меня так сон клонит, хотя я конкретно так высыпаюсь. Ну, в смысле, я выспалась вчера. Весь день хотела спать. Пришла из гостей и вырубилась в 8. Сегодня я еле-еле себе выпинула на улицу, хотя вроде как посылка Лёля пришла, и пофиг, что это, уведомления нет. Ну, я там объяснила ситуацию, девочка-почтальонша мне или костерша, как её там, спасибо ей, выдала. Нашла я там, заполнила бумажку. Прихожу сейчас вот это через где-то час домой, смотрю, лежит уведомление. Причём написано таким это, задним числом, задним временем. Люблю я эту нашу почту улическую. В общем, вот такой вот чай, кстати, хороший чай, я покупала одно время и зелёный, и чёрный. У меня даже, по-моему, две коробочки есть. Возможно, сейчас уже одна осталась. Из-под бета-ти, то ли чёрный, то ли зелёный. Так, чёрный байковый чай, целеводский, листовой. Я изъяваю, извиняюсь. Бета-целевод, так, чай новогодняя коллекция, ёлочка красная. В общем, ёлка красная. Состав целеводский, чёрный, байковый чай, крупной листовой. Спасибо. Он тут это, сейчас мы его вскроем. Вот такой обычный чай, бета-целеводский. У меня есть ещё один чёрный чай. Красная баночка. Ещё одна баночка. Так, вот это я даже из коробки достала. Я про него в Эйвен слышала. Даже, по-моему, у Алёнки в каких-то там её видеообзорах было какие-то пробники, но я его сама не нюхала. Эйвен Аттракцион. Так, парфюмерная вода, соблазнительные переливы ежевики, магнетический аккорд мускуса и роскошные ноты ванильные амбриса. Даёт мелодию пленительных ощущений, которые ты захочешь испытать снова и снова, срок годности, три года, бла-бла-бла. 50 миллилитров. Вот теперь я её попробую. На одну туалетную воду в моей этой коллекции туалетных вод стало больше. Надо было ножик взять. О, я отцепила как-то ногтём. При этом даже маникюр не смазала. Вот, удивительно. Сейчас мы её вскроем для неё. Видимо, она ещё есть для него, но я как-то уже не помню, а там это Эйвен. Ну да, Лёля вскрыла. Лёля вообще очень так хорошо вскрывает. Тут пришло письмо от бабушки, с которой Лёля переписывается. Подружка у Лёли есть такая великовозрастная. Лёля открывала этот конверт. Надо было видеть, как это Лёля делала. Так что эти коробочки ещё повезло. Слушайте, какой прикольный флакончик. Спасибо, Лёлька. Так, а как его это, скрывать-то? Братина был тупой. А, это крышечка, что ли? Она откручивается. Лучше я в интернете посмотрю, как её вскрывать, а то ещё-то как-то торможу. Так, как нажать-то? О, можно вот так нажать. Видимо, плохо нажилось. Ладно, я потом узнаю, как это открывать. Я вот туда его поставлю. Чай тоже сюда поставлю. Ой. Стоять не падать. Тут у нас какой-то пакетик. Пакетик витуалевский. О! Губочка с шариком. У меня вторая велопаста с губочкой с шариком идёт. Потому что я вот пока ещё свою там юзую, которую мне ещё Галина из Кадо подарила. То у меня есть губочка с шариком от Лены из Москвы, которая сейчас в Минске. И вот ещё у меня теперь будет губочка с шариком. Лучистик. Большая, жёлтая. Лучистик младший, лучик успеху. Прикольная, жёлтая губочка. Клёво, спасибо. Ещё такая вот эта. О, вот такая вот. Но бывают такие, поменьше. Вот такие. Написала. Люблю такие губочки вообще. У меня ещё есть новый, свежий пакетик. У меня что-то как-то снова напрягать с этими пакетиками. Пакетик мы сюда положим. Тут я, кстати, вижу ещё один пакетик. Но вот этот достать пока удобнее. О, вот этого вот мне не хватало. У меня как раз что-то напряг с этими мылами. У меня одно мыло закончилось, значит, а другое мыло в этом, в ванной. И я один гель для душа, Ифрашевский, разлила, частично вылила в баночку из-под Ифрашевского же же мыла. Лотос из чего-то там. Вот оно у меня сейчас на кухне стоит. Вроде мыло. А то что-то у меня напряг с жидкими мылами. Теперь у меня тот можно, тот жидкое, бывший гель для душа, ставший жидким мылом, можно вернуть обратно в ванну и заюзать его уже как гель для душа. Вот у нас чистая линия, фитотерапия, мягкое мыло для лица и рук. Фитобаня, комплекс эфирных масел, 80% крепкий отвар, эффект бани теперь в ванной. Так, открывает поры, выводит токсины, паровой эффект, глубокое действие. Круто, новинка. Главное, что большой объем, 520 мл, но долго хватит. Прикольный такой дозатор. Неристик смахивает. В общем, спасибо. Прямо я так хотела, чтобы мне кто-нибудь мыло жидкое подарил. А то мне вечно с ними как-то напряг. Они почему-то умудряются так внезапно заканчиваться. У меня еще есть какие-то. У меня тут шаума. 7 тряп. У меня вообще еще от Лёльки есть шаума, по-моему, до жирных волос. Или шамту. Шамту, наверное. Он у меня стоит еще в запасах, потому что я его даже еще не открывала, потому что у меня 2,5 шампуня открытых в пользовании. Этот самый твердый от Саванри. Потом я покупала как-то диактерный-диактерный деготь. Короче, с березовым дегтем, которым я сейчас мою голову, но что-то, видать, у меня волосы к нему чуть капот привыкли или надо временно маской не пользоваться. В общем, сегодня они какие-то у меня слегка прилизанные. И еще вот этот тайский шампунь у меня там 1,3 где-то стоит. В смысле, она стоит талантной, но, в общем, у меня теперь 2 совершенно новых шампуня в батульке. И еще 3 заюзанных. Силовый уход до самых кончиков шаума. Я раньше путала шауму-шампун, шамтул и шауму. Но я раньше пользовала и то, и другое. 7 трав. Свежесть и объем с трактом. Без силиконов, для нормальных и жирных волос. Круто. 380 миллилитров. 12 месяцев после вскрытия. Ну, я хочу сначала какой-нибудь один шампунь сначала додюзать, а потом уже вот, может, один из этих открою. Потому что савандри еще 11 месяцев проживет. Тайский шампунь тоже сколько-то месяцев еще проживет. Вот, надо как-то так поставить, чтобы они друг друга не загораживали. Еще у меня пакетик. Ох! Ох! Вот это круто! Потому что у меня одна девчонка спрашивала, что мне подарить. Я сказала, соль для ванн. Она так, типа, ва, соль для ванн. Эти уже дарила соль для ванн, придумать что-нибудь другое. Я не знала, что ей придумать. Я ей что-то там сказала, это типа ватные диски тогда мне подарили, а соль для ванн, это напряжно. Ну, я не знаю, я ее еще не видела. А тут я на днях еще смотрела, выбирала, думаю, купить что-ли, соль для ванн. А что-то так тащить из центра домой неохота было. Ну, килограмм тяжелый, все такое. А тут у нас килограмм-двести грамм. Крымская морская соль для ванн с ароматом розы. Товар года среди продуктов, продукции компании Гринфилд. Фигаси, это что Гринфилд пускает, что ли? Точно, Гринфилд Друс. Слушайте, есть Гринфилд, который чай, а есть Гринфилд, который не чай, видимо. Прикольно. Вот я думаю, даже, может, сегодня уже это, сделаю себе соль для ванн, точнее, ванну солью, потому что я планировала вообще ванну с этой самой, с пеной, у меня там стоит одна пена, никак все не доделается. Даже можно совместить. Я иногда, раньше бывали у меня такие моменты, хотелось потратить денег. Денег было, или не было денег, или были, но тратить непонятно было на что. Я выкидывала, допустим, полкило соли в ванну, потом какой-нибудь шипучий шарик, если он был, потом какого-нибудь эфирного масла туда, какого-нибудь настоя трав, а еще потом могла весь пузырек в 400 мл и фрашерского геля зафигачить. Я так, буржуем таким лежишь в ванной, скайфуешь. Вот, я думаю, сегодня, может быть, посмотрю, там вроде тоже у меня вот та пена была, остатки с розой, чтобы она не перемешалась друг с другом. Или сделаю соль, ванну солью, или сделаю ванну солью с пеной. Так, надо куда-то, ой, поставить ее. Ох! Тут у нас баночка есть. Ой! А под баночкой шоколадка. Сначала я шоколадку обозрю. У нас есть шоколадка. Коммунарка. 200 грамм. Со вкусом кого-то там. А, со вкусом капучино. Прикольно. Я помню, первый раз, когда я из Беларуси приехала, я кучу всего сладкого привезла, и вот у меня там было всяких коммунарок таких, больших шоколадок разных. Вот, а я как раз... У меня вообще есть шоколад, у меня есть темный шоколад, у меня есть фондюшница какой-то, шоколад весь перемешанный, я тогда топила. Сегодня хотела до магазина зайти, что-то у меня в юбилейного печенье охота с клюквой. Наверное, потом все-таки дойду еще раз. И думала, какую-нибудь шоколадку, а потом иду и думаю, блин, я про посылку, откуда я знаю, что там. Может, там есть шоколадка? Вот там как раз шоколадка была. Круто, спасибо большое. Так, стоять. До сладкоежки, Лерки. Баночка. Баночка, судя по всему, не пустая, потому что что-то там трещит, и она для пустой баночки тяжелая. У меня есть новая баночка. Ух ты! Слушайте, тут это... По-моему, тут пряник. Пряник. Я как-то это... На Дне города у нас пряники продавали. То ли в прошлом году, то ли в позапрошлом. И я купила там, наверное, в позапрошлом, потому что еще с Женькой общалась, я купила специально пряник, ну, на себя и того парня. В смысле, на себя и на Женьку с ее этой самой родней. Муромский пекарь. Пряник рождественский. Круто. Я сейчас как раз обедать тогда буду. И его с чаем захаваю. Родеваю, но это... Не от того, что там как-то это... От того, что, как я вначале сказала, у меня почему-то вот странное такое состояние. На улице солнышко, хочется так... Вроде должно все это обозрить, а я какая-то как сонная муха. Тут у нас что-то такое. Майама. О, жевательные мармеладки. Мне Юлька раньше присылала жевательные мармеладки. Я иногда покупаю. Спасибо. Счастье есть. Еще одни жевательные мармеладки. Бабочки. Вот бабочки. Я вот сожру. Не видела ни разу бабочек. Я видела червячков и этих самых мишек. Как будто кто стоит. Видно все было. Так, ладно. Как-то так. Еще одна шоколадка. Вот такую шоколадку я как-то... Моя сестра оставила на работе. У соседки по работе. У соседки в соседнем магазине, где мы клюзи оставляли от работы. И я как-то чай пила его как раз с этой шоколадкой. Мне она понравилась. А вот в принципе я и с ней чай с удовольствием попью. Надо определиться, с чем конкретно попить. В первую очередь. Так, это что у нас? Слушайте, мечта идиота. Я вот прям как в воду глядела. Я еще сегодня думала доползти до аптеки, купить гематогена. А Лёлька, наверное, на заранее мои мысли. Может, я где-нибудь говорила, что гематоген периодически лопаю. Бегемотик Бонди. Гематоген. Бойлия коровка, бегемотиком. Бегемотик смахивает на этих самых бегемотиков, которые раньше в 90-х были в киндерах. У меня есть гематоген. У меня здесь еще что-то такое. Яшкина рис сливочный, кстати, рис я тоже очень люблю. Возьми с собой. Возьму с собой, когда чай буду пить. Так, и вот у нас эта баночка под чай или кофе. Я думаю, под чай. Ну, вообще, я думаю, под какую-нибудь траву, потому что у меня тут травы дофига всякой. Разные. Той самой, которая всякие там ромашки, не ромашки. Что-то такое. Ох. Ой-ой-ой. Долбанула и упала. Долбанула и упала. Ё-моё. Я там по времени так вписываю. Да, я вписываю. Тут что-то у нас пакетики отрываем. Какая-то коробочка, походу, дело. Так, я, наверное, эту коробочку сейчас аккуратненько наверное не надо ее убирать, потому что я ее убираю, так что-то сразу падает. У меня есть еще один пакетик, и я с ней вам пакетик. И у нас тут есть коробочка. Тут что-то такое интересное. Сейчас я сображу, как ее вскрыть. Ух ты, а коробочка похожа, как вот эти и фрашерские новогодние. Я правда не знаю, и фрашерская, это не фрашерская. Но красивая короче коробочка вот в том стиле, как вот эти вот, под Новый год бывают. Тут что-то такое интересное и круглое. Банный гель-сыворотка. Ух ты, никогда не видела банный гель-сывороток. Есть два способа вскрыть пакетик аккуратный и он вот пакетиком или так, как я вскрываю коробочки. Письма и посылочки. Ну, я думаю, это... О, пока я думала, он вскрылся. Тут я вижу, что-то много всякого интересного. Вот у меня еще один пакетик. Это у нас Вилента для русской бани бодрящий банный гель-сыворотка. Шиповник и шалфей. От души. Сила эфирных масел. Солебная трава с 100 мл. Вообще ни разу не видела вот такое вот. Что это за фирма? После вскрытия 6 месяцев. Он, кстати, вот если вот, я не знаю, вам видно или нет, оказывается, если вот так вот смотреть и только сейчас заметила, то вот с другой стороны на этой наклеечке жопы, которая, там цветочки нарисованы, всякие. По-моему, это даже шиповник нарисован. Что-то у нас такое. Банный гель-сыворотка на основе шиповника и шалфей прекрасно подойдет для создания хорошего настроения после череды однотипных будней. Андерная, нежная чистит вашу кожу, придаст ее, кругости подарит бодрящий. А, это типа гель для душа, по ходу дела. Так, нанести небольшое количество геля на кожу с 5-ти, я снять водой. Ну да, я для душа. Прикольно. Спасибо. Так, куда тебя всунуть-то, чтобы ты не упал? У меня тут есть магнитик, Тюмень. Ни разу не была в Тюмени, но у меня там есть родня. Может быть, когда-нибудь это, побываю. Мост влюбленный? Фига себе, в Тюмени есть мост влюбленных. Спасибо. Присобачу на холодильник. Интересно, он пока вот сюда присобачится? О, он сюда присобачился. Так, у нас тут что-то такое непонятное. Что это такое? А, бред для губ. Shine, shine, shine. Essence, essence, essence. ой. Иди сюда. О, прикольный. И он вкусно пахнет какими-то конфетками, малинками. Спасибо. Заюзаем. Так. О, мыльце, кусочка. Я, кстати, раньше очень любила вот эти чистолинии мыльца. У них бывали такие вот зелененькие, полупрозрачные, желтенькие, еще какие-то. Косметическое прозрачное. О, прям это вот. Может, я где говорила, может, она как-то, Юль, как-то интуитивно поняла, что я люблю. Я, может, говорила, да я это, не помню, удобленный термотологом из 100% натуральной растительной основы, экстракт ремашки, красивая кожа мыла. Сейчас я его вскрою и увижу, какое оно там. О, желтенькое. Я покупала зелененькое и еще какое-то, не помню, с мятой у них было, не было. О, у меня есть кусочковое, кусочковое мыло. Я его сегодня в ванну тогда засуну, потому что у меня что-то мыльная основа еще пока не пришла. Моей мыльной основой как-то вообще с куськи нос. А кусочкового мыла тоже уже нет. Все уделалось. Так, это что у нас такое? О, круто! Еще одно мыло. Мыло с экстрактом чистотела. Слушайте, мыло кусочками, так, оно же тоже прозрачное, да, прозрачное. тащусь от прозрачного мыла кусочками, от чистого линии тоже тащусь. Я бы хоть прям сейчас все их это, открыла там и замылила. Чуть не сказала, съела. Так, это в бане теперь ванной с натуральными микрогланнерами для лица и тела, нежный пилинг, комплекс эфирных масел, крем мыла, фитобаня, нежный пилинг. Так, сейчас увидим. А оно у нас уже не прозрачное, ну да, ну такое прикольное, там вот видны эти точечки такие. Буду с удовольствием пользоваться. Слушайте, у меня теперь мыло вот так вот кусочково. Я люблю всякое такое мыло интересное, так, коробочка. Я коробочка тебя вот сюда положу. Тут у нас еще одно мыло с клевером, оттрах клевера, прозрачное мыло. Вот я даже не знала, что, я знала, что у них есть с ромашкой, я видела как-то. По-моему, у них еще мятная была, еще с чем-то там. Но я, правда, сейчас очень редко хожу в магазины, где вот именно вот это продается, или хожу, но как-то хожу мимо не, ну как бы стоит оно и стоит, есть не просит. Я иду мимо к какой-нибудь еде. Прикольно, такое клевенькое, нежненькое, розовенькое, практически по цвету от этого лака от Аленки. Супер. Так, сейчас я его это. Я, наверное, его сначала открою. Банную засуну. Не помню, как клевер пахнет, но очень вкусно. В смысле, вот это очень вкусно пахнет. Такой у меня классный подарок. Тут у меня гель для душа, шампунь, жидкое мыло, четыре мыла кускового, одно из них, это еще пилингом. Вкусняшек всяких, блядь, для губ даже есть. И мочалочка, и соль, и шоколадка, и чайчик, и магнитик, и пакетиков дофига. Я даже время выложилась. Вот. Ой, а что я так далеко-то поставила, надо сюда вот просто это. Чтобы тут было видно, а то всех выложила, а их не выложила. Им вот обидно, что я их не выложила. Как-то вот. В общем, вот такая у меня посылка от Лёйки на день варенья. Я очень довольна. Спасибо большое, Терёлька. И вам, если вы это осилили до конца. Ну и как-то вот. Пока.